Считается, что самые качественные зонты производят французы и японцы. Фирменный знак должен располагаться в нескольких местах. А на этикетке обязательно должно быть указано, из какого материала сделан аксессуар. Это всего лишь пару нюансов, которые нужно учитывать при покупке зонта. А Юлия Жарова готова поделиться с вами еще несколькими полезными советами. Автоматические зонтики самые компактные и удобные. Только считайте перед покупкой спицы. Их должно быть не менее восьми, чтобы зонт был прочным. Алюминиевый материал самый ненадежный, лучше стальной. Современные каркасы выполнены из карбона и стекловолокна. Концы спиц должны быть закруглены, особенно у детских зонтиков. Хотела бы отметить рукоятку. Она должна быть выполнена из достаточно плотного металла. И когда вы покупаете зонт, вы его раскройте и потрясите в магазине. И посмотрите, насколько он расшатан, то есть именно в соединении вот этих блоков. Если он шатается, то уже следует подумать, стоит ли приобретать такой зонт. Что касается купола, нейлон непрочный и быстро теряет вид. Полиэстер легко протирается и зонт будет протекать. Хороший эпонж. Полиэстер с добавлением хлопка. Эпонж, то есть в переводе с французского означает губка. Да, он прочный, он не будет протекать, влагостойкий и не выцветает. Но он уже такой более дорогостоящий материал, конечно же, в зонтах используется. Но и самый дорогой материал, который используется, это сатин. С ним ваш зонт будет долго вам служить. Он не выцветит и прослужит вам много-много лет. Сушить зонты нужно только в полураскрытом виде, чтобы ткань не вытягивалась. Цена за надежный зонт обычно начинается от полутора тысяч рублей. Остерегайтесь дешевых китайских подделок. Это деньги на ветер. Кстати, самые долговечные модели – механические зонты и трости. В них просто нечему ломаться. А вот посмотрите, какой оригинальный вариант – механический зонт-трость, двусторонний, с нескользящей ручкой и системой антиветер. Удобно его сушить. И все, без исключения зонты, боятся порывов сильного ветра. Полезный лайфхак. При ветре открывайте зонт только вверх или вниз, но не вбок. А то ломаются спицы, ручки и каретки. Но есть и хороший прогноз – любой зонтик можно отремонтировать. Замена спицы, к примеру, стоит от 150 рублей. Заменить можно абсолютно всё. Ручку, шток, натяжную нить, которая в данном случае идёт полуавтомат. Нить, иглу, которая фиксирует нить. Если зонтик начал заедать, то можно отдать его мастеру на промасливание. Он разберёт механизм и обработает все детали. Самый дорогой ремонт зонта выйдет рублей 800. Это в разы дешевле, чем купить новый.